И по темам финансов сейчас еще одна информация. Феномен криптовалютной биржи FTX, карточный домик, великая афера или прорыв в индустрии новых денег. Точных ответов на эти вопросы так и нет. Пока же власти Соединенных Штатов предъявили обвинение ее основателю Сэму Банкману Фриду. Ему грозит до, внимание, 115 лет тюремного заключения. Обзор агентства Интерфакс продолжит наш виртуальный коллега Айсанж. У него все подробности. Айсанж, тебе слово. Здравствуй, Жалгас. Сегодня некоторые чиновники США сравнивают FTX с карточным домиком, который инвесторам удалось представить как одно из самых безопасных зданий на криптовалютном рынке. Что по этому поводу, задержанный на Бадамах Банкман Фрид будет говорить в суде «Дело будущего». Пока его позиция заключается в том, что он не был в курсе операции по выводу активов, пишет агентство Интерфакс. Первые звоночки проблем у FTX зазвенели после того, как ее главный конкурент Binance отказался от покупки и слияния с ней. Затем объявление о банкротстве и обвинение властей в создании мошеннической схемы. В двух словах, биржа, привлекавшая средства клиентов, выдавала кредиты другой компании, Банкман Фрида, Аланета. Эта схема, по утверждению властей, позволила вывести миллиарды долларов из активов клиентов, FTX. Деньги, якобы, использовали для осуществления венчурных инвестиций, покупок роскошной недвижимости и крупных политических пожертвований. Произошедшее стало не просто ударом по всей криптовалютной индустрии. Личных криптовалютных площадок вполне может указывать на крах. Однако сами игроки рынка считают, что светлое будущее у криптовалюты впереди. Тем не менее, с момента создания первой крипты прошел не один год. А власти никакой развитой страны ее пока не признали. Коллеги. Спасибо, Александр. Ну это, думаю, вопрос времени и думаем, конечно.